Грандиозный ремонт в Струковском саду проводится впервые за сто с лишним лет. Уже проведены электричество и вода, оборудована система автополива. Сейчас рабочие по уникальной технологии реставрируют ограждения, очищают их песком, затем красят, а также облачают в тротуарную плитку дорожки, по которым в старину прогуливались жители Самары Купеческой. Две аллеи уже готовы. Новые гранитные лестницы стилизованы под те, по которым более века назад, гуляя по парку, спускались и поднимались дамы и кавалеры старой Самары. В обновленном Струковском парке таких планируют установить 23. Часть из них уже смонтирована. Старинную эстетику здесь намерено сохранить во всем. Освещать парк будут фонари, стилизованные под пушкинскую эпоху. Преобразится и летняя эстрада. Здесь отремонтируют сцену и заменят асфальтовое покрытие. Памятник Максиму Горькому тоже обновят. Планируют отреставрировать и фонтан на входе. Добавляется современный скейт-парк в современном виде. Это будет шахматный домик более современный. Для того, чтобы люди могли отдыхать. Лавочки более легкие, воздушные. Это не как были бетонные. То есть, в принципе, делаем мы так много со временем идем. То есть, как бы, все это будет, чтобы нашим гражданам, людям было приятно отдыхать в парке. Приводить в порядок Струковский парк начали еще в мае. На каждом этапе работ строгий контроль. Пока серьезных нарушений со стороны подрядчика не было. Все мелкие недочеты устраняются, что называется, на ходу. Это один из единственных парк в центральной части города. Находится недалеко от набережной. Я считаю, что большое количество людей здесь будет присутствовать. И ошибок здесь недопустимо. Здесь будет сделано все качественно и в сроке. На склонах парка высадят газоны, оборудуют клумбы. Планируется, что Струковский сад предстанет перед самарцами в обновленном виде в конце октября. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.